Приветствую вас. Исходя из того, что вы написали, я думаю предположить, что всё-таки, несмотря на то, что всё хорошо, не хватает какого-то видимо-видимо разнообразия всё-таки в сексе. И я так подозреваю, что в самом сексе вы больше ориентированы именно на то, чтобы доставить удовольствие своей жене, но не себе самому. То есть вас интересует именно такая история, чтобы ваша жена была довольна, но не вы. Вот это такая довольно частая ошибка супругов, это такая довольно частая ошибка, значит, людей, когда они вместо того, чтобы делать что-то сексе для себя, они делают, значит, для других, они пытаются делать что-то для других. Ничего хорошего из этого не получается, вот, и, соответственно, начинаются проблемы. Либо это такие, какие-то вот бессознательные совершенно обиды на партнёра. Они такие бессознательные, потому что человек старается сделать что-то, человек старается, чтобы партнеру было хорошо, а тот думает, что... Ну, ну, так и должно быть. Вот. И в итоге возникает как раз-таки такой вот десантный фонар, когда один спортер, один думает, что всё в порядке. Всё хорошо, так и должно быть, а другой думает, что вот я тут стараюсь для всех силы значить, вот, и всё это воспринимается как должное. Вот. И надо сказать, что это нормально, когда какие-то вещи воспринимаются как должное. Вот. Это, на самом деле, по-самом деле нормальная история. Вот. Но вопрос заключается в том, что, когда воспринимается как должное, это окей. А когда поведение жертвенное, то есть человек делает что-то, вот, ну, против, скажем так, себя. Это вот уже серьёзная, в общем, проблема, которая очень, ну, негативно влияет на личность, очень негативно влияет на всех и на одного и на другого. Вот. То есть речь идёт, повторюсь, повторюсь, речь идёт именно о том, что вы не удовлетворены, несмотря на то, что секс у вас всё хорошо и практикуете свой оральный секс и так далее, но всё равно вы не удовлетворены, что не хватает вам разнообразия и свободы. Вот. И когда подобное желание подавляется, вот, то возникает всякого рода мысли, всякого, всякого рода девиации, как их называют. Но девиации, они никогда не возникают на пустом месте. И вот, да, в результате. Вот. Поэтому либо вам, либо вам вместе с женой нужно обратиться к семейному психологу и поработать над своими отношениями. Вот. В частности, над сексуальным. Ну и секс, конечно, лучше говорить. То есть попробуйте начать с того, чтобы разговаривать с сексом и выражать свои желания, и попробуйте посмотреть на что же, на кого же вы ориентированы в сексе. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Не стесняйтесь выражать свои желания, а если стесняйтесь, то, значит, обращайтесь специалистом, мы вам поможем. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.